Колючая проволока и высокий забор для настоящей любви не помеха. В 15-й женской исправительной колонии сегодня сыграли свадьбу. Тот факт, что невеста отбывает срок за хранение наркотиков, жениха не смущает. Готов ждать любимую, а она обещает писать каждый день. История, в которой пока далеко до хэппи-энда, в нашем материале. Ваше ты это Александр? Да. Ваше ты это Кристина? Да. Белое платье, кольца, цветы и поздравления. Все, как хотела Кристина. И, конечно, не думала, что такой важный день проведет за колючей проволокой. Это скромная свадьба, их совместная борьба и победа. Познакомились молодые в реабилитационном центре, где лечились от наркозависимости. Жених, признается, уже наделали достаточно ошибок. А теперь вместе начинают новую жизнь. Я сам из Нижнего Новгорода приехал сюда, познакомились. Прошли реабилитацию и стали дружить. 15 сентября у нас была помолвка. С 16-го ее посадили, но я все равно принял решение, что мы все равно будем вместе, и я ее буду дожидаться. Создать настоящий праздник девушке помогли подруге по несчастью и администрации исправительной колонии. У нас был девичник просто отличный в отряде. У нас был накрыт большой стол, торты, всяких много вкусностей было. Пели мы там, танцевали. Девочки осужденные очень сильно мне помогли, они меня одевали. Они все приводили в такую красоту, что вы сейчас тут видите. Мы постарались к этому дню, зная заранее, что будет роспись у нашей осужденной, подготовили кафе-бар, чтобы это было более празднично, более запоминающееся. Все-таки этот день на всю жизнь надеемся. За свадебным столом самые близкие родители и друзья. Подарок молодым от администрации колонии – длительное свидание. Вместе Александр и Кристина проведут три дня, а потом придется расстаться. Кристина подпевает и скромно улыбается, мечтает о настоящей семье и хочет родить ребенка. От хэппи-энда их пока отделяет 228-я статья – хранение и распространение наркотиков. Девушке предстоит провести за решеткой еще три года. Но пока в колонии она на хорошем счету, а значит, есть шансы на условно-досрочное освобождение. Татьяна Потоцкая, Ольга Соловьева, Виктор Соколов. Новости губернии.